Реформа высшего образования в послереволюционный период открывала доступ всем желающим учиться, упраздняла платное образование, назначая стипендии, отменяла ученые степени и звания и ставила целью замену буржуазной профессуры на красную. Из постановления коллегии наркомпроса РСФСР от 16 октября 1918 года преобразовать высшие женские курсы во второй Московский государственный университет, сделав его смешанным учебным заведением, но не считая его вновь созданным. Сергей Алексеевич Чеплыгин, выдающийся математик и механик, более десятилетий возглавлявший МВЖК, сохранил за собой пост ректора. В условии гражданской войны, продовольственного и топливного кризиса, наркомпрос РСФСР признал целесообразным укрупнить и объединить ряд вузов. Второй МГУ лишился историко-филологического и большей части физико-математического факультета, переданных в первой МГУ. Ректором второго МГУ в октябре 1919 года был назначен именитый химик-органик Сергей Семенович Наметкин, который впоследствии укрепил и развил медицинский, создал химико-фармацевтический и педагогический факультет. Приемником Сергея Семеновича, ушедшего в научно-исследовательскую деятельность, стал видный педагог, организатор народного образования Альберт Петрович Пинкевич, открывший в 1925 году рабочий факультет. Возросла социальная активность учащихся. В 20-е годы в университете на смену старостату пришла комсомольская ячейка и начала издаваться вузовская многотиражка. В начале создания второго МГУ самым крупным был медицинский факультет, возглавляемый известным хирургом, главным врачом Первой Градской больницы Федором Александровичем Рейном. Основными клиническими базами были Первая Градская больница имени Николая Ивановича Пирогова, Городская больница номер 2 и Городская образцовая детская клиническая больница номер 1, ныне Морозовская. В годы Гражданской войны студенты и выпускники медицинского факультета 2-го МГУ не только лечили раненых, но и боролись с эпидемиями холеры, сыпного и брюшного тифа, малярии. Они вели просветительскую работу среди населения, помогали проводить осмотры, делали прививки. В 1923-1924 учебном году в соответствии с приказом Наркома здравоохранения во 2-м МГУ была создана самостоятельная кафедра социальной гигиены, которую возглавил Альфред Владиславович Мальков. Кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии 2-го МГУ руководил Константин Дмитриевич Есипов, знаменитый хирург-фтезиатор и топографа-анатом. Факультетская клиника урологии, основанная профессором Николаем Федоровичем Лежневым, активно участвовала в разработке рентгенодиагностики и больного лечения в урологии. Благодаря активной деятельности кафедры инфекционных болезней под руководством доктора медицины Евгения Ивановича Марциновского, известного паразитолога и эпидемиолога, на территории Советской России была решена проблема малярии. Яков Григорьевич Дилон открыл при 2-м МГУ рентгенологический институт, развивая это диагностическое направление. Профессор Михаил Михайлович Заводовский, чьи труды в области эмбриологии, цитологии, зоотехнической эндокринологии и биокибернетики известны во всем мире, организовал во 2-м МГУ кафедру общей биологии. Сергей Иванович Спасок-Укотский, руководитель факультетской клиники и кафедры факультетской хирургии 2-го МГУ, добился введения поликлинического приема и экстренной хирургии, строжайшего соблюдения асептики и антисептики и многого другого. В 1929 году была сформирована кафедра туберкулеза, заведующим которой был избран Владимир Львович Эйнис, известный фтизиатр, под руководством которого была разработана классификация туберкулеза, и создана первая учебная программа по туберкулезу для медицинских вузов. Кафедрой госпитальной хирургии заведовал именитый военврач Владимир Семенович Левит, а кафедрой глазных болезней руководил выдающийся офтальмолог, пионер в оперативном лечении сетчатки Михаил Иосифович Авербах. В состав 2-го МГУ вошло химико-фармацевтическое отделение, позже переименованное в факультет, имевший основное аналитическое и ботанико-фармацевтическое отделение. Благодаря блестящему образованию и энтузиазму профессора Беркингейма, в трудные для страны 20-е годы 2-й МГУ смог не только сохранить, но и умножить свой потенциал. Абрам Моисеевич готовил остро необходимых для советской фармацевтической промышленности квалифицированных специалистов, одновременно проводя научные исследования по целому ряду направлений химии и химической технологии. Мощная лабораторная и интенсивная научно-исследовательская работа под руководством ведущих отечественных химиков способствовала подготовке высококлассных специалистов для вновь создаваемой химико-фармацевтической промышленности страны. Их обучали Александр Николаевич Реформацкий, поставивший здесь преподавание всех курсов химии и организовавший соответствующие лаборатории, Сергей Семенович Наметкин, основная сфера научных интересов которого химия нефти, синтез душистых веществ и стимуляторов роста, Владимир Михайлович Родионов, один из организаторов отечественной промышленности красителей и производства лекарственных препаратов. Александр Павлович Виноградов, его исследования охватывают биогеохимию, аналитическую химию, космохимию и ряд разделов геохимии. Георгий Сергеевич Инихов, известный специалист в области биохимии молока и молочных продуктов. Основоположник криминалистической и промышленно-санитарной химии в СССР профессор Александр Васильевич Степанов. Факультет стоял у истоков издания научно-популярного химико-фармацевтического журнала. Учебная программа все время совершенствовалась и расширялась. Фармацевтические заводы, специальные лаборатории, питомник лекарственных и технических растений являлись опорными учреждениями для становления химиков-производственников и опытно-промышленной отработки новых технологий. За время своего существования факультет зарекомендовал себя как центр научно-исследовательской и педагогической деятельности. Борьба с неграмотностью, всеобщее обучение детей школьного возраста были первоочередными задачами молодой советской России, что предполагало создание специализированных педагогических факультетов и вузов, готовивших учителей. 17 октября 1921 года во втором МГУ открылся педагогический факультет. Поначалу здесь готовили педагогов-воспитателей и учителей-предметников. В 1925 году к ним присоединились дефектологи. И к 1929 году число студентов-очников превысило 3000. Студенты и преподаватели внесли весомый вклад в кампанию по ликвидации неграмотности. На факультете действовало отделение общества «Долой неграмотность», активисты которого руководили специальными курсами и кружками, помогали организовывать школы ликбеза на местах. Большую работу студенты проводили и через общество «Друг детей», объединявшее на факультете к концу 1925 года около 800 человек. Выпускники педагогического факультета 2-го МГУ ехали на работу и в те края, области РСФСР и Союзной Республики, в которых ощущалась наибольшая нехватка квалифицированных кадров. Так факультет становился общесоюзным центром подготовки педагогов новой формации. Под руководством первого декана, видного ученого-психолога Константина Николаевича Корнилова, на факультете сложился сильный педагогический коллектив. Его представляли выдающиеся психологи, педагоги и дефектологи Павел Петрович Блонский, Лев Семенович Выгодский, Всеволод Петрович Каченко, Альберт Петрович Пинкевич и многие другие. Физико-математические науки на факультете преподавали будущие академики Григорий Самуилович Ландсберг, Игорь Евгеньевич Там, Василий Григорьевич Фисенков и Отто Юлевич Шмидт. Естественным наукам обучали знаменитые химики, ботаники, биологи и зоологи. На географическом отделении трудился создатель направления экономической географии Николай Николаевич Баранский, Бывшая курсистка МВЖК и первая женщина-доктор-геолога минералогических наук Вера Александровна Варсонофьева. Студенты литературного отделения слушали лекции целой плеяды известных литератур и ведов. Петра Анисимовича Афанасьева, основоположника звукового аналитического метода педагогики для детей начальной школы. Николая Калинковича Гудзий, специалиста по истории древнерусской литературы. Павла Никитича Сокулина, предложившего использовать социологический метод в литературоведении. Афанасия Матвеевича Селищева, мэтра славянского языкознания. Сильной была и обществоведческая школа педагогического факультета 2-го МГУ. Алексей Федорович Лосев, всемирно известный русский философ, антиковед, переводчик и писатель. Милица Васильевна Нечкина, специалист по истории России 19-го века. Евгений Алексеевич Косминский, историк западноевропейского средневековья. Николай Георгиевич Машковцев, знаменитый искусствовед. И многие другие. Поэтому не случайно педагогический факультет стал со временем крупным центром подготовки научных сотрудников в области образования. Потребности народного хозяйства диктовали необходимость углубления специализации подготовки выпускников высшей школы. В связи с этим на рубеже 20-30-х годов проводилось разукрупнение ранее созданных вузов. На основе 2-го МГУ были созданы 3 самостоятельных института. Московский институт тонкохимической технологии, 2-й Московский государственный медицинский институт и Московский государственный педагогический институт. У каждого из них началась своя новая история. Субтитры создавал DimaTorzok